доброе солнечное утро у нас сегодня алина именинница идем на завтрак у нас тут так замечательно так красиво это мы все праздничные на ничего я буду где за наш столик садим давайте или вы там в цветах смотрите цветах не на дороге вот здесь вот у нас праздничный столик наш замок на месте погода классная сегодня до девочки прям вообще очень хорошо сейчас так свежо мы как-то выбрали очень классное место благодаря елене это правда нашла нам сказку вообще нашли нам сказку просто такую да просто мы оказывается это вчера у меня была не усталость и алина присоединилась как раз на что в тени такая не видно но слышно девочек побудила короче просто жесть было что наташа была не устал но она продолжается не усталость продолжается но надо как-то за день рождения не не грустный праздник сегодня все равно нас планы поэтому мы будем искать аптеку у нас белый чай с алиной лучше в общем-то ничего нельзя пошел ческать черные тебе скажу вот но верит надо черного черного которые были только стыр снять алиния с днем рождения Наши апартаменты, у нас очень классная квартирка, ну как квартирка, на первом этаже маленькая кухня, не обращайте на наш бардачок, потому что у нас тут легкая усталость, принимаем смекту, смекту пьем с Алиной, да, за здоровье. Я считаю, что на день рождения нормальный напиток оригинальный, думаем же день правильный. В общем, это гостиная, и кстати, у нас вот за окном есть еще такой вариант, озерцо, и можно здесь, например, не пришли еще к нам? Нет, еще нет, но там классно с этой стороны, потому что замок. Сразу при входе, я вот не знаю, это кресло для наказаний какое-то, оно в углу просто, и так печально на него смотреть, одинокое. Здесь у нас туалет, очень просто на самом деле, но все чисто и аккуратно, знаете, нет никакой плесени, никаких там муравьев, ничего-ничего. Стол можно тут кушать, и вот такая вот шедевральная лестница, конечно, слышно. Это самый класс. Спускаться в туалет нужно, вот. Поднимаемся наверх, и здесь две спальни и ванная с душем. Значит, моя спальня, тоже бардак, все как есть. Я вот тут сплю, зарядки, и мой прекрасный вид на замок. Вот же он, вот же он, вот же он, видите, круто. Там завтракают соседи наши. Здесь есть шкаф, просто стул, вещи, ну, просто чем-то, видите, то есть фен. Хорошо, что мы фен взяли с собой, что фена здесь, кстати, нет. Я этот фен всегда вожу с собой. Это, наверное, самый лучший дорожный фен, который был когда-то у меня от Брауна. Он очень мощный, хотя маленький. Вот, и спальня у девчонок. Сейчас покажу здесь их вещи и их спальня. Вот, просто тоже тут две раздельные кроватки. Девчонки спят здесь. Здесь ванная простая тоже. Все очень просто, опять же говорю, но никакой плесени, ничего. Все чистенько, аккуратно. Набрали с собой всяких, видите, миниатюрок, чтобы пользоваться мылом. Я брала филокситанчик, мыбалочки, вот все миниатюрочки для ухода. Никаких полноразмерок мы вообще не брали, потому что нет смысла на три дня тащить банки. Мы с ручной кладью были. Так что так, будем приводить себя в порядок и поедем в город. Хотя состояние очень классное. Девочки у нас очень занято. Практически силы хронные. Минимальный макияж. Там еще, ресницы еще. Да. Я даже никаких коррекций, просто румянула, потому что бледная очень. Чуть-чуть. Да, Лена. Мы будем ехать. Я не знаю, может быть. Девчонки там уже были, а я первый раз. Так что мне очень интересно посмотреть на городок. Вчера было состояние усталости, поэтому вчера мы гуляли, как, Ленчик, называется городок? В Алькинбурге. В Алькинбурге, да? Я особо не снимала, потому что у меня даже камеру не брала. Вот, а сегодня уже хочу поснимать. Очень похоже, Алина, мы тут ехали. Да, вы тут были уже. Да, да, да. Мы едем, кстати, 50 км в час. Здесь никто не гоняет. Тут 50 и все. Стоит на гарантии. Да. Никто не возмущается. Все едут медленно. Ленка, молодец. Смотрите, как, опа. На парковочке мы. Кстати, мест вообще нет. Мы ждали, стояли наверху, пока освободится место. И по кругу кружились, она очень маленькая. Но машину вообще нереально на улице где-то оставить. Поэтому мы изначально планировали оставить машину здесь, на парковке. Но что мы ищем сейчас с тобой? Красные щеки. А глаза блестят. Всегда температура выдают глаза. Вы были, а я не была. Вы что, водите меня. Водите меня, водите. Кружите меня, кружите. Здесь просто куда не зайдешь, куда не повернешь, везде красиво. Да, красиво. Везде так вот, ну, хочется сфотографироваться. Вчера мне не хотелось сфотографироваться вообще не было. Сегодня как бы тоже, но надо. Сегодня надо. Наташа, ты рассказала, что здесь у людей повернуты, значит, сидящих фотографий. Да, все стулья повернуты в сторону улицы, чтобы они могли сидеть и наблюдать. И наблюдать на спину, и никто не сидит, потому что неинтересно. Интересно порассматривать друг друга. Я тоже люблю сидеть и смотреть на проходящих людей. Парковка велосипедов, как вам? Впечатляет, правда? Вообще-то такой маленький Амстердам, девчонки говорят. Да, там домики красивые, но мы еще будем смотреть. Очень комфортная погода, мне нравится, что нет жары прям сумасшедшей. Клево, идем в Супердрай? А что еще, Ривер? Что-то еще? Аптека, да, где-то должна быть? Сторис, сторис, сторис невесты хотела сказать, сторис именинницы. Сторис снимаю. Да. Вы подписались на Алину? Алина Блунди. Приходите в гости, ко мне всем, буду рада. Мы смотрим просто, что от отравления девочки, ну, сложно понять. Ведь нету особо каких-то вариантов, чтобы вот именно от температуры и от состояния температурного тошнота, температура у нас. А что делать? Голова болит. Я не помню. Ну, тут, да, тоже диарея. Не то, что нам надо, на самом деле. Купила себе в H&M очень крутые джинсы на осень за 20 евро. Они просто по-мимическим. Я вам потом покажу, просто было реально неудобно и мерить, и снимать. Уже буду потом примерки на себе показывать. Я купила шорт, там хороший сейл. А мы сейчас на центральной площади. Я показываю вам ее. Смотрите, клубника девочки-купача. Класс. Фрукты. А так хочется фруктиков. Жарко уже. Уже очень жарко. Вот так. Ну, еще продают пока. Здравствуйте. Всем здравствуйте. У меня сегодня день рождения. Мы продолжаем наш репортаж с Мастришем. Сейчас идем на мостик сфотографироваться. Очень здесь красивый мостик. Алина говорит, наташа говорит, поснимай немножко меня со стороны. А я вот, видите, снимаю себя со стороны. Немножко себя со стороны. Как вам показать, как тут красиво? Я не знаю. Я не умею работать. Не умеешь? Нет. Вот так берешь камеру. Снимаешь. Переворачивайся. Главное, да, держишь вот так. И все. Вот. Вот это уже зажало. Зажало. Все, не зажимаю. Красота. Красота. Скажи. А вот, кстати, с покупками. Да. Но это мы только начали. Что ты там купила? Хоть покажи нам. Я купила себе тапки. О, это классные шлепки у меня такие есть. Они офигенные. Очень, очень всем рекомендую. Тут я купила себе очень крутые джинсы и шорты. Это H&M, конечно же. Конечно же. И таких центов у нас здесь очень много. Я, конечно, тоже себе купила, купила, но не смогу вам показать, что я купила себе. Мне кажется, что солнце шестерпедит так ярко. Да, очень ярко. Велосипеды, короче, в Голландии велосипеды это приоритет. То есть надо очень осторожно ходить. Так, рассказывайте, что мы ищем. Мы ищем кафе. Я уже с таким печальным взглядом, голосом. Что же мы ищем? Мы ищем кафе. Я не могу сосредоточиться. Говорит, как ты говоришь? Лена. Нам надо вернуться к той площади. К той площади пойти налево. Там, где базар, в углу. Надо идти налево. Мы выходим к магазинам и, по-моему, там пройти через магазины и мы придем туда в такой кафе. Очень классно, конечно, что у нас столик с видом на дорогу, на людей. Но кто же? Ну кто? Ну кто же? Выпай нашли просто. Это же на 5 минут. Хотя бы да, потому что гуляли целый день без интернета. Это да. Что есть, то есть. Я тоже. Сейчас зайду. Пьем водичку. И ждем еду вкусную. Наш свадебный. Да что ж такое? Ну я уже второй раз. Поговорочка. Наш... Так, фокус, фокус. Обед. Наш праздничный день рожденческий обед. У нас у всех одинаково. Так что, приятного нам аппетита. Приятного нам аппетита. Да. И водичка. К сожалению, сегодня опирольчик мы себе позволить не можем. Ну ничего. Ничего, это все классно. Они будут позволить себе опирольчик. Это Ленка. За руку. Да. А мы не можем. Так что будем есть привет. Да, мы доехали. Честно говоря, я не помню, на чем я закончила в Мастрифт. 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 Я не помню. Мастрифт не помню, на чем я закончила. Мы просто такие... Вы видите, глаза блестят, температура. Не имеет значения. Но у нас был очень фаст, очень быстрый шопинг. Потому что мы кушали, обедали, сидели, а потом, когда уже магазины начали закрываться, мы решили, что нам надо на шопинг. Было интереснее всего, да? И мы за час нормально так скупились, я вам хочу сказать. Я думаю, что мне нужно будет делать покупки вещей, потому что у нас тут, конечно, пакетов много. Вот это мои покупки, там реально много. Нет, ну я так не буду показывать, конечно. Как у тебя усталость, Алина? Усталость наша, усталость. Не обливай водичкой. Ноги опухли. Но мы очень много ходили. Мы прошли, наверное, километров 10 сегодня. Ты должна помериться. Я тоже хочу померить. Я хочу померить вещи и даже, может быть, сделать фото. Не знаю, сил хватит ли. Но у нас там так красиво. Мы купили... А, мы еще заехали в продуктовый магазин. О, да. Классно. А я стою завтра. И расстегиваюсь. И расстегиваюсь. Да, маме хочет. Алина тоже... Это у нас за 5 минут до закрытия в Заре. 5 минут нам кричит мальчик, фаст, фаст, фаст. Шорты я грызки купила, понимаете? И маечку сплячку. Но больше всего я довольна, конечно, я покажу. Да, да, ты покажи. Я хотела себе вот такую, типа, косуху. Очень крутая. У меня протерлась. И тут в Супердрайе... В Супердрайе просто очень люблю. Для меня всегда праздник что-то в Супердрайе покупать. Угу. Свет вот такая. Ой, Ленка уже в новой кофте стоит на заднем плане. Внимание от тебя отвлекает. А Ленка, главное, молча встала, такая, типа, случайно, чтобы похвалили Ленкину покупку. Нет, вообще вот так делать. Ты ей всегда так не конкурса. Уйди, они все тебя больше любят, чем меня. Вот такая вот кофта. Очень крутая. Вообще обалденная. Она вроде бы и такая, и... Стильная. Это же фирма какая-то стильная. Такая необычная. Мне нравится мне очень. Ей была скидка хорошая. Такая скидка прям... Сколько там? 65 евро, по-моему, да? 60 евро она стоила. Да. А стоила 120. Да. Да, 50. Вообще супер. Ну, теперь Лена, покажи Холистер. Я еще не на то, потому что... Но тебе очень идет. Жильцы нужно... Да. Тебе очень идет стиль такой. Потому что у меня рубашечка, если вот рубашечку... Да, показывай рубашечку. Ой, у нас вот там вид классный, но все-таки мы на замок любим больше. А, ну хорошо. Сейчас показываем Алины покупки. Так, это брючки. Просто такие черные брючки, потому что очень мне надо было. Очень. И эти... Вообще смешная цена. 19 евро. Это у нас был Страдивариус. Вы знаете, все-таки ассортимент отличается и цены тоже от наших магазинов дешевле. Ну, конечно, чтобы я не купила джинсы, девочки, это вообще. Знаете, я могу идти за чем угодно, но хотя бы одну пару джинс я куплю. Ну, это как бы просто, я думаю, мой закидон какой-то, поэтому они должны были быть у меня в наборе. Такие просто серенькие. Ну, мне нравятся. Это где это ты брала? В Манго, по-моему. Это было в Манго, да. Говорит, я говорю, пойдемте зайдем в Манго. Ой, я не люблю Манго. Ну, что ты... Я скажу честно, в этом Манго я никогда ничего не покупала. То есть я у меня ничего не могла найти. Во. Не знаю. Я понимаю. Ленка, очень классная рубашка. Ленка, звезда. Так только застигнись, там порнографию показываешь. Простите, девочки. Она просто по-голландски уже. Да, я уже просто... Хорошая рубашечка. Рубашечка, чтобы вы понимали, стоила 45 евро изначально. Ну, я ее купила для... Вообще огонь. Ну, вот реально дешевле. Я утром еще с Крисом списывалась и говорю, мы хотим на шопинг. Он говорит, ой, ну в Киеве типа дешевле. Да. Какой дорого. Но нифига подобного. Вы знаете, я тут очень хорошо скупилась. И я купила реально много вещей и потратила немного денег. Я вам потом сделаю тоже видео с покупками отдельно. Реально все, что я хотела купить. Я могу сказать точно, что здесь всегда дешевле. Да, дешевле. Реально. Ленка, ты там не раздета? Нет. Хорошо. Я уже одела вашу и... Вот. Ну, единственное... Конечно, хотелось себя чувствовать получше немножко. Да, вот самочувствие это единственное то, что, наверное, подломало. Подкосило нас тут. Потому что там сегодня вечером вообще это моя мечта. Там концерт Эндрю Рюэ, оркестрище огромное на плаву. И вы просто разговариваете, а я стою вот такая на заднем поле. Что? Вот. И я думала, что, может, мы оставимся просто хотя бы послушаем немножко. Потому что музыка там будет. Ну, классика современная. Эээ, современная музыка. Популярная классика. Ну, честно, так плохо. Мы так устали. Я говорю, давайте, девочки, оставим это на следующий год. Мы купим билетики, чтобы сидеть прямо вот на концерте. Тогда это будет здорово. Ну, да. Я так думаю. Будет, будет. Потому что сейчас прям сил вот не было совсем. Ну, сейчас мы садим спокойно, а у нас там во дворе. Это прямо они там общаются, понимаешь? Угу. Все, замолчали. Замолчали коровки. Вечерняя. Ой, у нас опять вечерние посиделки. Так классно, ребята. Та-да-да-да. Колбаска, 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 колбаска. Кто-то жаловался, что плохо, да? Ну, что поделаешь. Не будем жаловаться. Потому что мы едим колбаску вечером. Но у нас опять же вид на замок. Лена выяснила, что там кто-то живет. Представляете? Мы только не знаем точно, наверняка, арендует ли этот замок. Либо там живут. Там живут, живет два человека. И судя по... Ну, два пожилых? Угу. Да? Да, пожилые. Так что... Лена, а кого ты спрашивала? Я спрашивала вот здесь. И они говорят, что живут, да? Да, женщина администратор работает, да. Она подошла ко мне. Я спросила, говорю, скажите, а там живут люди? Они говорят, да, там двое человек живут в замке. Обалдеть, прикиньте. Я говорю, ничего себе. Я говорю, у них, наверное, там классно. Ну, наверное, они вдвоем. Ну, просто мы сидим тут просто... Просто наблюдаем за этой красотой. Но они там... Я вам покажу. Они сидят вот там вот на крылечке. Смотрите, видите? Вот там, как мы приблизились. Вот сидит там мужичок. Не выйдет у меня что-то плохая мама. У тебя же не птичка. Это маленький утенок, девочки. Так он от мамы отвлекся. Мы переживаем. Мы не потеряемся. Ну, поведем спасать сейчас. А то он, знаешь, как дурачок. Небочка полетела, а он за ней побежал, знаешь? Он смешно. И бегает так тынь-тынь-тынь. Он как гадкий утенок. А мне Мика так бегает. В курсе есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok